пошла ослаблю пока и привет или как там правильно не знаю очень я загрузился все 10 утра поехали потихонечку по его рыбаки наверно пустыгат репку ловят просто загрузили вот просто квадрат котлету такую же капец а у чего себе сколько людей рыбки хотят а зимний вон вон и сколько что год хороший что-ли вроде вот теперь было вон сколько людей ставочки стоят неужели тут щучка есть да он рыбаков много очень жилета кстати люди ответственно подходит вроде там по закону какой-то вышел что надо жилетах лунки не ближе метра друг от друга бурить о на улице вроде минус 1 что такое ну блин как-то сыра или что в момент прихватывает блин все туманчик туманчик очень ладно что поехали поехали понятно уже как снимаешь одно и то же если только рассказать что-нибудь интересное но не охота там поднимать темы перевозок и всего остального или там еще чего-нибудь но как бы просто жизнь дорога туда-сюда в лепель точно пойдем обедать скорее всего зайду в хит в лепеле блин вроде все купил хочу может каких фруктов пару взять может мандаринки будут какие красивые или апельсинки по симпатичнее не знаю вот покупаешь здесь по турецкие мандарины я не знаю какие они брали в соседях я не знаю где их сколько хранят везут они уже подсохшие какие-то внутри вот они уже ну вкуса такого не имеют самое все-таки кайфовое это абхазки а в у мальца за динамо бегут скорее всего спортсмены ох так полицейского проскочили еще один будет не забыться просто то разгонюсь как обычно и все в общем поехали потихонечку поехали воскресенье не знаю что там на границе сегодня будет почему так и пораньше стараюсь выехать да уже говорил чтобы ну а вдруг там на границе вечером могут машинки и подъехать кто в пятницу грузились туда-сюда а могут уже подъехать хотя там сейчас и без наших белорусских перевозчиков хватает кому ехать ну вот ну как бы если колейка боя то хотя бы там уже нет ни ночь стоять ну и там дорога такая от не вели этом подбили маленькая моя сну по светлому всегда легче ехать контролировать все это а по темноте там едешь эти отбиваешь колеса да и все как-то так друзья сходил я в лепили в хит лепили привет колейка посмотрел есть также взял купил семечек себе пару йогуртов на ужин диетическое питание дома вчера жена нажарила поджарочки я горта колбаса уже обрыдло давай что-нибудь замуж чем ездил я как-то заезжать стал в такой пятачок мясной есть на сеннице на торговом центре очень даже неплохое мясо продают по качеству по цене как бы такое же но именно по качеству когда ты жаришь это действительно поджарка то есть мясо там не перемороженное ничего то все нормально подарочки взял хлеба но и все они такой кусочек грудинки взял потому что одно мясо ну на всякий случай так еду как будто это самое сейчас заезжаем обедаем час дня а потом часика всем перекусим как говорится для вот тут вот куда ехать здесь здесь будет дудух вот тут будет а тут где вот тут пара лопат асфальта не хватило людям доделать по-человечески ладно все заезжаем маршрутки есть нету не знаю пойдем покушаем сделаем паузу скушаем твикс и поедем дальше пока никого нету я имею ввиду из маршрута который заходит там кофейку туда-сюда и тады колейка все заскакиваем пошли к пошли нам приятно так ну что друзья все покушал я сходил прогулялся взял кофейку на лукойл калсу лукойловичу забежал взял ну и все и подпад поехали дальше как раз пришел никого маршруточек нету все нормально первый раз все а после он и маршруточки подъехали людей что нашло вот пользуется спросом это кафе тоже ну как-то было помните я говорил что-то мне не понравилось холодная все то есть он сейчас как пока таких вопросов нет вроде бы как все горяченькая все классно ну по идее здесь нормально да кстати что заметил я вам говорил нет смотрите куда знак лепель поставили с раньше он был там за мостом потом его поставили здесь с отсюда за мостом потом поставили здесь вот после моста когда сюда и теперь вот сюда отнесли я думаю в общем-то туда за мост ставить да еще и хрен свеженький новенький большой красивый уже можно насаживать этим и займемся сейчас тут паровуху проезжаем налево на r114 поехали сколько нам до границы на часа два с половиной на раску не поможет не знаю так тут 20-15 там 70 80 а друг звать не план друзья пообщаюсь с другом вот и городок городок добрались до сюда время без 15 3 мониторю сижу там мало бог чат и вижу что колейка есть колейка есть отсюда от табло температура кто знает а вот так что тут это придется постоять не знаю выходные там как смены и усиленные не усиленные вот что там какие движения одну поле поэтому едем раньше да поэтому едем раньше не охота ночь тут проводить ну семечек я купил как бы чтоб не скучно было но сейчас симку опять по полную российскую там обычная связь нормальная была российский интернет будем если сидеть скучать грысинки и замутим стримчанский какой-нибудь туда-сюда побалакаем я вот не помню что то вот он лобок что пишут обновите на риф очень большая 1411 пока никто ничего но вот фотка есть типа стоят в лесу но вот тут где-то вот табло вон я вижу стела там далеки ну где-то вот короче колейка есть ну и вот уже номера видно казахский вот номер подсвечивается так что будем гарри вау вау чуть-чуть наверное вот почему сюда как бы вот туда проскочил в понедельник ехал просто фу со свистом вот что сегодня будет хрен его знает ну как бы ничего с этим не поделаешь а левым пасом тут не проедешь но можно конечно туда в легковую там месяц для начинает таможенник тогда там движение регулировать типа отсюда в этого ряда не смотрю только с грузового все туда-сюда вот ну в общем как то так нам еще минут сорок минут сорок ехать поэтому приедем половине четвертому ну и посмотрим вообще думал так пройти чтобы по светлому там до 6 дойти до великих не собирать эти ямы но к я так понимаю нихрена не получится поэтому будем колотиться во сколько не знаю как пройдем такая вот зима у нас снежная снежка тут видите бурты такие нагребли все нормально снежка подкинула опять же а в минске нету ни хрена в минске нету ни хрена снега а тут пожалуйста зима зимой санки лыжи и попер да ну тут даже снег я не знаю когда но вчера шел наверное потому что прям все белое только ну еще даже его не и кое-где только машина святых в домам заезжали прямо на такой вид наш участие ухты бляха тропы не что-то какое речь качнула так что все поехали дальше сейчас приедем узнаем почем там хоккей с мячом так дядька все курит на каждой остановке наедет на равна ровер и на этом уже меня наверно только здесь раза три обгонялся что-то проедет остановится будет остановится будет но вон хвоста и твой я уже вижу так что придется немножко здесь поохранять границу да интересно хоть двигается не двигается что-то вообще происходит есть такое дело да ну середины леса грубо говоря середина леса ладно что делать будем стоять время 15-20 подсекаем сколько сколько проведем душевное время офигеть да если бы не вот вот эти машинки которые казахские узбекские я думаю тут бы проблем не было таких вот но единственное что я говорю что возможно там несколько таможенников и они типа работают быстро вот чем посмотрим как будем продвигаться туда-сюда и как бы заодно будем понимать вообще как это все работает как-то так ну и все сейчас 7 киев и отдыхаем кайфуем ну что друзья три часа ровно но самое интересное что ты я еще-то транспорт никого не доехал пришел таможенник я пошел посмотрел пошел пять минут все езжайте и и 5 а стояли хрен знает сколько ну ладно не двигается все работает все хорошо здесь три часа как бы до время но вот сейчас прямо я не знаю два таможенника три человека там записывают что-то сканирует вот но просто есть какие-то там грузы или что вот когда я там проверяю то есть их там проверяют что-то поэтому задержка вот я не знаю там эти перецепы перегрузы то что вот казахстан везет или кто-то узбекистан машины опять стоят справа прямо в легковом ряду перед навесом никто их не убирает ну ты когда заезжаешь туда тебе сразу мы тебя оформлять тут не будем эти поставили дыхало перекрыли нихрена непонятно но как обычно очень и очень интересно скажите все поехали час колотиться по ямам я думал по светлому успеем но не срослось не срослось ну и ладно по тиху доедем что нам первый раз что ли я мы отбивать так что как-то вот так игры но буквально вот еще сколько было без пяти шесть я стоял еще возле стелы потом чеки 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 все и проехали ну блин как бы почему бы и нет или почему бы и да даже не знаю как правильно в общем как-то так все поскакали дальше помаленьку потихоньку ну что мы уже почти на базе торпедных катеров и это туда к себе там кто-то стоит на чем-то мы станем куда пусик стоит там на моем любимом месте все доскакали вроде как подмораживает что ли или что что дорога непонятная какая-то тут каша малаша непонятно ну и так чувствуется что чуть прохладненько становится в кабинете в рабочем ну и да ладно все колейку прошли самое главное ну всегда вот это вот поражает сначала ты стоишь не не мод выделись я не могу сказать что мы стояли нас продвижки были хорошие ну ты вроде ты подошел тебя посмотрели две минуты подошел в окно три минуты уехал все причем там еще стояли фуры и общая и поехал все полин непонятно чего-чего-чего так долго то подчего-почему непонятно ничего так засруливаем всю дым кстати тушься 445 соляра на границе шестьдесят четыре пятьдесят шестьдесят три пятьдесят да всегда так в россии почему цены разные непонятно даже газпром один и тот же а цена раз да ладно братан по дворе ма дворе и хрен с ним вот тут стоит хрен его знает тут стоит сейчас мы становимся на свое место вот так вот елочку и все там спит человек ногами вверх и все и мы на базе ладно все ламбрекены нам не надо что друзья все приехали отдыхаем тоже кстати века только односкатно аккуратненько эстонские номера 3518 тоже стоимость в ткани как у меня такая живенькая видно что прямо аккуратненько а ну да ладно все короче стоим на кайфуем до завтра время пол восьмого сейчас там пока тут пару звонков сделаю приносил останутся на стрим зайдем все утром увидимся всем здорово чуть не растянулся короче какой-то ледяной дождь ночью шел просто лед галимы все покажу почему чуть не растянулся честное слово е-мое наступил пошел мусор выбрасывать короче все замерзли даже этим говорится замерзли мои даже эти там и ваших сейчас попробую снять лед с ним как-нибудь а то чтобы даже не брызгает ничего там не брызгает как далась дотянуться то родные не хочет брызгать вышел тут не шварцов капец ладно за за никто не ходил никого нет пошла номера туристы какие-то прогреваемся потихоньку сейчас выскакиваем едем выгружаться 29 кофейку попили ой блин гимнастический трюк только что блин сделал там внизу ноги чуть на растяжку не сел а я же не сяду у меня растяжки нет ну что будет брызгать все пошло отлично стала брызгать а то я утром проснулся тут все стекало со спальника песок земля короче все 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 ну в общем как то вот так все прошло нормально 8 проснулся хорошо тепленько было здорово прям не ожидал что такое куда лед лед не лед хрен пойми что едем выгружаться пока ничего нету загрузок нет пока будут выгружать там до 10 начала 11 посмотрим может что-нибудь выскочил вот как-то вот так что поехали так ну что меня разгрузили время 1030 практически с великих ничего нет с витебской ничего нет с полоцкой пока ничего нет ниоткуда ничего пока нет идет дождь болен опять чуть не растянулся это зачах лялся на улице минус 1 минус 2 не знаю сколько тут уже вот засыпали все вот такая каша лица на непонятно он еще посыпает есть короче погодка такая тасс скользковата скользковата блин ладно потихоньку пустому конечно блин не варик вообще так гололед ездит ну я думаю там засыпали тоже или на этой вот это вот не снег шел это вот дождь и дождь вот в такую кашу снежную стал на дороге нормально так погодка непонятно все выезжаем поехали в сторону границы всем написал своим вчера два человека отписали сегодня один отписался что я уточню и как бы пропал пока ответа нет ну стоять ждать как бы не охота до какого-то неопределенного времени нового ничего не вылазит поставил даже тверскую область здесь как-то было я там подъезжал что-то забирался электро какого-то завода там тоже ничего нету везде цишняк ну и хрен с ним поедем будем искать что-нибудь на завтра смотреть просматривать тогу sego туда-сюда в общем помаленьку как бы ну и все и все новости утренние почта рассказать нечего в общем поехали поехали-ка мы домой что настроение какое-то не могу понять огульная мляво себя бы я когось даже тянет наступила вчера на стриме посидели пообщались и вот замечаю такую для себя историю что там написал человек перевозчик сам не ездил машина у него начинается вот это вот знаете успешные люди которые пытаются все равно узнать кто почем ездит вот да вот мне уже давно все равно я уже понял кто почем ездит куда и как ну как бы все равно нет люди все равно напирают там какие-то рассказывают вещи ну и все остальное я сказал меня конкурентов нет вот человек написал за сколько на москву едет я за такие деньги не поеду все это как бы и сказал от чего я поеду и начинается да где ты такие на каких ты сайтах ищешь такие за блять там же где вы все просто я не стесняюсь называть цену да я не стесняюсь я у меня есть цена я ее придерживаюсь и все и дешевле не поеду а за ну там скажем так за ту сумму которую человек называет я скажу я не поеду за то что у ездят они хотя у них и машина меньше но единственное что он не сказал сколько тонн они войска с количество какой то есть понятно что машина 48 максимум длина 10 палетка но я знаю что такие люди не именно этот человек а то сейчас начнется то что перевозчики вот эти и 3 тонны возят на таких машинах и все поэтому я сказал моей вот весовой категории тяжело конкурировать понимаете тяжело потому что каждый может взять груз который могу взять и я вот единственное спасение в моей работе это еще раз говорю это длина кузова и объем все вот этим вот и вывозим периодически что вот надо 6 метров там или что-то такое тому подобное поэтому не надо блин это постоянно какое-то вот по за сколько кто ездит какая уже все давно известно кто за сколько возит куда потому что если бы как говорится в одни ноги ходили в одни деньги то проблем бы загрузкой не было ребята возят чуть дешевле и поэтому конкурировать тяжело а сейчас заказчик знаешь если не срочно а есть время вот сегодня подождать и завтра то обязательно найдется тот кто может это забрать так что как-то вода поехали дальше родина моя вот она все проехал границу без задержек без ничего работа звонит заехал на заправочку взял кофеина я срочно гладирована есть как же вкусно хорошо ну и дождик идет какой-то вроде 0 уже будем надеть что дорога не будет прихвачена вот запрещен травматического холодного оружия топоры вот это транспарант повесили ведь иностранцы поехали все говорится предупреждение вывесили и там кстати у паспортиста тоже висит там какой-то листочек там какие-то травматические пистолеты фотографии вот это тоже нельзя обозить такие как-то марки или как-то меняет но тут конечно все одни иностранцы наших машин казахи узбеки киргизы граница зажила полной жизнью ну зато таможенников больше оформление это все это ну не то что раньше один человек ходит на две стороны колейки стоишь дикие вчера вроде как и нормально за три часа игры прожгли что все посмотрел тут с витебской области вообще ничего нету все заряжаемся на минск на поиски работы с минска будем что-нибудь смотреть а вдруг а вдруг что-нибудь выскочит говорится все друзья поехал я дальше что у нас городок шумилина шумилина лепель скорее всего там остановимся пообедаем хотя можно и не обедать но просто в сухомятку топтать вообще желания так сейчас нету вчера я уже поужинал сухомяточку зайти супца какого сербануть можно так сказать все погнали ну что друзья я уже у лепили покушал хох как бы и наелся от души вот непонятно о даже кофе пить не буду а то уже будет лишнее поедем дальше попьем кефирчика бифидобактерий как говорится чтобы лучше усвояемость была вот вот съездили в рейсик очередной по-быстрому сидел тут все искал 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 что-нибудь на завтра смотрю на завтра на послезавтра вообще на все дни трудовые даже набрать некому пока вот так что на этом киноху закончим тут у лепили как говорится вот и поеду сейчас домой потихоньку время сколько 15 минут 3 все как бы нормально ну и надеюсь что по светлячку сейчас домой дойдем чтобы тут эти трататухи ямки не ловить так что как то вот так всем пока спасибо за просмотр за ваши комментарии пишите всем отвечаю всем пока всем пока